В конце августа 1981 года новоиспеченные молодые супруги Лариса, урождённая Андреева, и Владимир Савицкий возвращалась рейсом 811 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Они должны были продолжить обучение Лариса в педагогическом институте, а Владимир – в медицинском. Но в их планы вмешалась авиакатастрофа, выжить в которой посчастливилась одной Ларисе. Владимир и Лариса поженились в 1981 году. Правда, от медового месяца сразу после свадьбы молодоженам пришлось отказаться. Сначала нужно было сдать сессию, а потом и практику закрыть. Свадебные путешествия изначально планировали отправиться в Крым, но не смогли достать путёвку. Тогда решили навестить родителей Ларисы, они проживали между Владивостоком и Находкой, а потом родственников со стороны мужа в Комсомольске-на-Амуре. На все про все оставался лишь август, а потом сентябрь, начало нового учебного года, лекции, семинары и так далее. Но и последний месяц пролетел незаметно. Вскоре пришло время возвращаться в Благовещенск, где училась и жила молодая студенческая семья. Билеты на самолёт раздобыли с трудом, так как август – время, когда многие возвращаются из отпусков. Но наличие билетов вовсе не означало скорого прибытия в пункт назначения. Из-за сложных метеоусловий рейс постоянно откладывали. Молодоженам пришлось ждать вылета около четырёх часов. В самолёте Лариса с Владимиром выбрали место в самом хвосте, хотя стюардесса и предлагала пересесть поближе. В хвостовой части студенты решили лететь из-за того, что там меньше вибрация. Заняв место у иллюминатора, девушка практически сразу уснула. Проснулась двадцатилетняя Лариса от сильного удара и холода. В салоне были крики. «Вой!» Сразу посмотрела на Володю. «Лицо, все в крови!» Поняла, что его уже нет. И мне вдруг все стало безразлично. И никакого страха, никаких эмоций. И это меня тоже спасло. Я выжила, потому что погиб Володя. Самолёт падал, меня бросило из кресла через Володю, очнулась я на полу в проходе. Видимо, от удара аппл сломала, как потом выяснилось, правую руку, описывала потом первые минуты после столкновения на высоте 5220 метров Лариса. Информация о том, что же произошло именно в небе в районе Завитинска, долгое время была закрытой. Официально о причинах катастрофы рассказали только спустя несколько лет. Например, первое упоминание о Ларисе Савицкой в СМИ появилось только в период перестройки в конце 1985 года в газете «Советский спорт». В материале говорилось, что гражданка упала с высоты 5 километров в ходе испытания летательного аппарата оригинальной конструкции, но не в 1981 году, а двумя годами ранее, в 1979. 24 августа участок местной воздушной линии Бурея, Чигдамын, несколько раз должны были пересекать военные самолеты. Планировалось, что все пройдет четко и согласовано. В тот день с военного аэродрома Завитинск на разведку погодой вылетел бомбардировщик Ту-16К. Но пилоты военного самолета не были проинформированы диспетчерами обо всем, что происходит на маршруте полета. Летчики сообщили о наборе нового эшелона раньше, чем это случилось в действительности. По роковому стечению обстоятельств, пассажирский Ан-24 незначительно отклонился от своего коридора. Ошибки со стороны пилотов Ан-24 и Ту-16К трудно назвать значительными, но их усугубило отсутствие взаимодействия между военными и гражданскими диспетчерами. В итоге в небе на высоте 5220 метров в 15 часов 21 минута столкнулись два авиалайнера. Пилоты обоих летательных средств погибли. Пассажирский лайнер потерял крылья и развалился на несколько частей за считанные минуты. На борту Ан-24 было 27 пассажиров и пять членов экипажа, на борту Ту-16, шесть членов экипажа. Из 38 человек погибли 37. В иллюминатор Лариса, находясь еще в сознании, успела заметить, как быстро приближается Земля. Потом она в очередной раз потеряла сознание. Обломок Ан-24 вместе со студенткой скользнул по березам в тайге, что и смягчило падение. Лариса пришла в себя спустя несколько часов после приземления. В первые минуты на Земле Лариса надеялась, что она выжила не единственная. Девушка пыталась звать других пассажиров, но на его крики никто не отвечал. Рядом с Ларисой на протяжении нескольких дней оставалось тело мужа. Лил дождь. Чтобы хоть как-то защититься от стихии, Лариса, превозмогая боль, соорудила из обломков самолета над своим креслом что-то похожее на крышу. Также она собрала чехлы от кресел, которые валялись неподалеку, надеясь, что они защитят ее от холода. Несмотря на пережитый шок, девушка старалась смотреть правде в глаза, ждать помощи, которая вот-вот подоспеет, не стоит. Авиакатастрофа произошла вдалеке от поселков и дорог, так что поисково-спасательная операция может затянуться. Ужас своего положения Лариса недооценивала. Уже потом спасатели обрадовали выжившую, рассказав, что она не стала жертвой хищников только чудом. Девушка и сама слышала ночами где-то поблизости от своего места дислокации рычания, но о нападении хищников даже и думала. А вот что было реальным, так это комары. Мучения, конечно. Ладно бы просто облепили. Но еще звон такой в ушах стоял. Я сначала не понимала, это сотрясение мозга, или гул, или комары. Потом я сообразила себе на голову пакет надеть, чтобы лицо не облепляли, рассказывала Савицкая в интервью о морской правде. На третьи сутки к месту крушения вышел отряд военных. Их удивлению не было предела. Дело в том, что столкновение самолетов в воздухе практически всегда означает гибель всех, кто находится на борту, пассажирам и членам экипажей двух самолетов уже были подготовлены могилы, в том числе и Ларисе. Военные особо не верили в то, что эта катастрофа станет исключением из правил. Первые мгновения студентка пыталась объяснить своим спасителям, что в состоянии идти сама, но не смогла сделать и шагу. Ее доставили в Завитинскую больницу, где врачи установили, у пострадавшей в пяти местах сломан позвоночник, рука, ребра. К тому же она получила сотрясение мозга и лишилась почти всех зубов. Инвалидность она так не получила, АКС-страх выплатил девушке как пострадавшей компенсацию в размере 75 рублей. И с этим ничего сделать было нельзя. По нормативам госстраха в СССР полагалось 300 рублей компенсации ущерба за погибших и в четыре раза меньше за выживших в авиакатастрофах. То же самое и с полученными травмами. В ответ врачи лишь разводили руками, полученные травмы в совокупности серьезны, но вот ни одна из них отдельно на получение инвалидности не тянет. Спустя год Лариса восстановилась в институте, а через пять лет родила сына Георгия. Счастливица признается, летать не боится, но сразу, как только лайнер отрывается от земли, старается заснуть.